я буду ее брить смотрите уже сколько шерсти мы продолжаем делать прическу с афиши я сейчас вам расскажу то что я никогда не говорила о поведении ужасном софи привет я и не magic со мной тут мои питомцы где опять киса алиса короче сегодня 6 ноября это значит день рождения вот этой вот моей собаки лизуньи грязнули которая где-то уже испачкалась но скорее всего вы смотрите это видео позже потому что я просто не успела его физически смонтировать так как уехала на фан встречу нашу в красноярск но это не меняет первого факта что софи вот этой вот красотки сегодня исполняется целых восемь лет я даже представить не могу что оказывается мы так долго с ней вместе и сразу второй факт софиша была самой первой собакой на канале именно от ее лица выходили первые видео здесь но почему-то именно они я до сих пор не сняла факты то есть о всех питомцах я сняла и поэтому сегодня будут не только факты о софишке 50 фактов но и я покажу как я ее брею короче погнали факт третий софи породы чихуахуа как и все вот эти вот остальные пёсели которые тут есть просто они все очень разные юми зачем ты грызешь опять сосешь мой палец а софишкин цвет это еще один факт розовый так уж пошло на канале скорее всего это мы с вами вместе и придумали и именно в честь этого как вы видите сегодня я в розовом у меня даже носки розовые штаны и диван подушки в общем на их канале magic pets вышел ролик сегодня 24 часа в розовом цвете глазами собаки я обязательно советую вам его посмотреть потому что он снят в стиле тайная жизнь домашних животных ну короче очень классный получился по-моему и еще один факт правдивая софиши это то что это зайка у нас храпит когда спит из всех моих собак никто не храпит кроме софи а еще как и многие собаки софиша видит сны и во сне бегает лает с кем-то там ругается видимо воюет за косточку но на самом деле как вы знаете собаки не видят сны как мы фантазии они скорее видят воспоминания вместо снов ух 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 Софи в отличие от всех моих собак никто так не делает кроме нее гремит миской для воды когда хочет пить и я забыла налить воду и миска пустая она реально к ней подходит начинает по ней бить стучать толкать ее по полу и только когда вот я приду и спрошу чё случилось она стоит такая смотрит типа и причем воды и забыла налить то есть она конкретно делает это специально чтобы привлечь внимание и позвать меня блин я очки забыла снять надеюсь у меня там стеклах окна не отражались и вы видели вообще мои глаза подписывайтесь на наш канал чтобы не пропускать самые новые видео я забыла вам сказать обязательно проверяйте уведомления колокольчик чтобы вам приходили они потому что последнее время все жалуются на youtube обязательно пишите поздравительные комментарии нашей собаки и ставьте лайк если вы так же как я рада что я наконец-то сняла факты о софиши вы много всего сегодня о ней узнаете и то что на их канале вышла тайна жизнь и вот как раз следующий факт вы можете себе представить что когда канала даже в планах не было когда у меня уже был эйван он моя первая собака а софишка только-только родилась и я еще даже не планировала ничего снимать на youtube я уже когда она родилась сказала что родилась наша маленькая звёздочка именно когда она уже подросла когда она уже стала взрослой тогда я решила начать ее снимать и озвучивать и завести канал следующий факт по озвучке наверное у софиши единственный не сильно измененный голос то есть если покемона я озвучиваю вот так шепелява привет я покемон юмичу и потом ускоряю это мишаньку очень так нежно привет я миша лайк эйвана так по пацански а я вообще ничего не понял я спать хочу кису алису картава что вообще тут происходит а все это происходит без каких-либо программ я просто меняю голос а потом его слегка ускоряю софишкин голос это практически мой голос просто ускоренный на сто двадцать пять процентов то есть я просто быстро говорю какими-то вот такими вот интонациями и все это голос софии получается что ее голос самый простой следующий факт это то что софи обожает мочить лапы в миске или класть в миску с водой свою игрушку я так думаю когда она кладет игрушку в миску с водой она пытается ее защитить типа от всех типа вот я ее помочила это моё лапы она мочит скорее всего когда ей жарковато и она хочет охладить ножки все-таки язык у собак и подушечки лапы это как у нас типа подмышки так они регулируют свою температуру когда вот так вот дышать языком они охлаждаются но почему-то никто из собак так не делает это именно софишкина такая особенность и она же больше всех любит лежать в ванночке то есть если просто поставить где-нибудь ванночку и заполнить ее водой она обязательно в нее залезет и там полежит особенно летом и на улице по поводу игрушек софи наверное больше всех любит играть игрушками то есть все собаки по-разному к ним относятся мишане вот я с трудом к ним приучаю например все остальные любят играть но софиша любит играть реально больше всех как только она видит игрушку она сразу хочет ею поиграть причем у всех разные любимые игрушки например юми любит что-то такое длинное вот такой вот болтающаяся тянучая типа такие мягкие длинные игрушки с конечностями за которые можно вот так вот драться иван любит мячики больше всего а вот софи обожает пищащие игрушки то есть она ли реально любит когда игрушка пищит если где-то что-то запищала она сразу бежит и думает И говорит, о, мы сейчас будем играть, ура Еще один факт о характере Софии Это то, что она постоянно конкурирует с Юми Чу Я недавно снимала видео, где рассказывала про их конфликт Дело в том, что именно Софи и Юми доминантные собаки То есть они всегда пытаются показать, что они главнее И когда у меня было всего две собаки Софи и ее брат Эйвон, и они жили вдвоем Она была зачинщиком всех вообще их приключений И чувствовала себя главной Но со временем сейчас, становясь все старше и старше Все-таки 8 лет, это довольно большой срок Она сдает свои позиции главы стаи Вот этому вот маленькому покемона монстру То есть Софиша уже стареет А Юми все-таки молодая, активная И пытается занять это место Софишка у нас попрыгунчик Она реально очень любит прыгать Она прям прыгучая Запрыгивать на подоконники, на стулья, на диваны И даже на высокие поверхности Иногда запрыгнув на что-нибудь Она может там даже остаться сидеть или лежать Не все собаки любят одежду Но вот Софиша нормально вообще относится к ней Потому что приучена с детства И не чувствует себя в одежде некомфортно Вот она наша кошка Пришла, да? Пришла, соизволила прийти Мне кажется, Софи единственная из всех Кто явно недолюбливает кису Алису И поэтому киса Алиса ее То есть именно с Юмичу они росли вместе И даже если сейчас из-за того, что кошка повзрослела И ее гоняют дворовые собаки Она не очень любит собак То у Софи с кисой Алисой изначально отношения были так себе натянутые Софи червяк Это я так называю И с детства у нее есть такое прозвище Потому что когда она приходит к тебе И просит тебя погладить Причем делает она это так Она подходит и начинает лапаешь крести Ты ее берешь на руки И когда ты начинаешь ее гладить Сейчас вот нормально Но вот именно когда она хочет этого И когда это делает Она начинает, как я называю это, червячиться То есть бесконечно пересаживаться Залазить то сюда, то сюда То перекладываться То подставлять живот То голову, то шею То тут не гладь, а вот тут гладь Короче, реально ведет себя как червяк Софи, как и Юми, очень активная и подвижная И она любит команды, связанные именно с движением Где надо бегать, прыгать, что-то делать И следующий факт как раз про команды Мне задавали вопросы Меня спросили, сколько команд знает Софи Но, к сожалению, вот так вот насчитать по пальцам я не могу Потому что большинство команд, которые знает Софи И остальные мои собаки Они именно для жизни То есть я стараюсь дрессировать собак с полезной точки зрения А не просто для какого-то цирка И поэтому команд жизненных бесчисленное множество Заходи, выходи, жди, сиди Но есть какие-то команды Софи Шлась Которые мы учим именно по приколу Например, раньше я называла эту команду Умри Но потом решила переименовать Потому что меня смущать стало название И назвала ее Софи Шок И она вот так вот лежит Пока я не скажу ей вставать Вставай Молодец Возможно, что она меня сейчас не слышит Об этом попозже будет факт Поэтому я управляю именно рукой То есть она видит руку, реагирует на руку Ты танцы хочешь показать, да? Ну давай, потанцуй Потанцуй Давай, Софи Вот потанцуй, молодец Причем сурикатика Софи научилась делать Сравнительно недавно В отличие от Эйвена и Юмичо Она не могла почему-то удержаться в этой позе Попея, то сидишь, дышишь с языком Софи любит спать вот так вот пузом кверху Вот так вот разваливаться и валяться Я даже в их инстаграм питомцев снимала видео недавно Где Софи же вот так развалилась на лежанке Как сосисочка И не может перевернуться обратно Когда я ее зову Не забудьте подписаться на инстаграм питомцев Потому что там часто бывает то, чего нет на каналах И вы все самыми первыми будете узнавать И на мой инстаграм тоже подписывайтесь Вот, кстати, эта поза может говорить о том Что собака доверяет вам как хозяину Если вот так вот перед вами может валяться Всем забыла про очень важный факт Это то, что у Софиши мраморный окрас Видите, у Софи всякие разные пятнышки Черно-бело-серые И даже есть желтые Например, на щечках Или вот здесь вот на лапках Такой рыжеватый цвет Да, мешоньку Кстати, к теме же окраса Она как бы длинношерстная То есть если Эйвен гладенький Он тоже мраморного окраса Как и она, ее братик Но у нее шерсть более длинная То есть у нее на ушках вот здесь И вообще везде шерсть более длинная И такая как бы кудрявенькая Короче, у нее та же проблема Что у меня не усмирить свои кудри Я вот попыталась сегодня это сделать Завязав хвостик Следующий факт о Софи Это то, что у нее, как и у ее брата Эйвена Нет хвоста Хотя по природе он у них должен быть У чихуашек должен быть хвост Но они родились вот такими вот И следующий из этого вытекающий факт То, что у Софиши есть Личная, очень большая, горькая проблема На многие годы жизни Это то, что она не может нормально ходить в туалет Точнее, ходить-то она может Но когда она ходит в туалет Все это остается вот здесь вот на ее попе Потому что если у собак по природе От природы нет хвоста По породе То у них этой проблемы не возникает А у нее хвост должен быть Как у Юми или у Миши вы видели Она, когда ходит в туалет Должна его поднимать Но так как у нее там вот такой маленький коротенький обрубочек Поднимать она его не может И ей постоянно приходится это отмывать И поэтому сегодня я буду ее брить Этим мы только и спасаемся Тем, что стрижем и бреем ей попу И вот, ой, давно мы этого не делали Поэтому все здесь у нее заросло Гламурный задик, гламурная попка До этого ролика вышел ролик Ай, 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 колтунчик О том, как я мыла всех собак И там вы как раз могли видеть Сколько шерсти лишней у нашей Софиши Она не любит пуходерку Хотя, наверное, кто любит пуходерку? Пуходерка выдергивает Всякие скатавшуюся шерсть Сначала я подстригаю вот эту часть попы Ножничками аккуратненько Состригаю самую длинную шерстку Из-за того, что она не может махать этим хвостом Как собаки, если вы видели Они когда радуются, машут хвостом Как Юми или Миша Она всегда очень смешно машет попой Прям, то есть, если бы, видимо, у нее был хвост Махала бы хвостом Но когда она радуется Она прям вот так вот Прям попой в разные стороны машет Это всегда так мило и смешно смотрится Вот такой вот еще один смешной Фактика Софиши На самом деле есть специальные машинки Для собак Для людей, которые постоянно ими пользуются Они, возможно, нужны Но я видела, что собак бреют и обычной машинкой В принципе, в этом ничего страшного нет Я думаю, если ты умеешь это делать Сейчас я взяла самую маленькую насадочку Кстати, Софи, мне кажется, никогда не брилась машинкой дома Я видела только, как грумеры ей это делали И мне показалось это хорошей идеей Зато ты будешь не так мучаться, когда ходишь в туалет Не придется тебе мыть все там Особенно зимой, когда холодно Я видела, как это делают грумеры Софишки Но вы же знаете, мы в частном доме живем У нас тут поблизости нет груминг-салона И приходится многие вещи делать своими руками Потому что в Москву тоже не наездишься каждый раз Сейчас мы еще штанишки ей подровняем Насадочкой Всегда, когда она приходит, такая Типа, мама, убери это с моей попы И я ей мою там Она очень радуется Прям такая, ура, освобождение Да? Да? Ты хочешь, чтобы я тебе наголо побрила? А ты головой ко мне повинулась Хочешь, чтобы я тебя здесь побрила, что ли? Ты хочешь стать скингхарем лысим, да? Давай еще потерпим чуть-чуть, Софиш Ну что ж, смотрите уже сколько шерсти Мы продолжаем делать прическу Софиши Какого цвета разного ее штанишки? Что здесь они черные, а здесь серые с белым Кстати, один из фактов Софи тоже, как и Юми, в детстве Обязалась абсолютно так же Но в итоге я ее потихоньку отучила И она любит лизаться Но знает, что это делать нельзя, да? Поцелуй, можно, можно Нельзя По поводу сестра-братства с Эйвоном Софи реально очень любит Эйвона А Эйвен с Софи Они долгое время прожили именно вместе Миша и Юмичу появились гораздо позже И поэтому у них очень сильная такая неразрывная связь Несмотря на то, что они все вчетвером уже чувствуют себя ставить Но вот именно Софи и Эйвон Они просто как неразлучные друзья Они очень дружат Эйвон очень сильно скучает и беспокоится Точно так же, как и Софи Даже если они просто в разных комнатах И к этому же еще один интересный факт Это то, что Софи очень часто лижет Эйвону глаза И Эйвон лижет ей То есть моет друг другу глазки Это всегда так мило Миша и Юми с ними никак родственными связями не связаны А они родственники и их мама Молли Которой, к сожалению, уже нет в этом мире Она немножко другого окраса Но Эйвон, например, безумно на нее похож А вот Софи совсем не похожа на маму Следующие факты будут немножко грустные Многие зрители наверняка заметили Что Софи очень часто чихает или задыхается Знаете, вот это вот состояние, когда собака так Как-то хрюкает, то есть как будто задыхается Как будто чем-то подавилась У Софиши такое случается очень часто Во-первых, потому что у Чихуа в принципе Это может быть распространено Потому что они брахицефалы, у них короткие мордочки Но у Софиши такие приступы случаются намного чаще, чем у остальных Может быть это связано еще и с тем, что был момент Когда по непонятным, необъяснимым причинам У нее это усилилось, длилось достаточно долго Она все время задыхалась Мы ходили к врачу и лечили это То есть у нее там все отекло Знаете, когда как мы болеем Ей еще стало труднее дышать Она постоянно кашляла Постоянно не могла просто вдохнуть воздуха У нее был синий язык Это было очень страшно И вот, например, есть такой лайфхак Я подсмотрела его в иностранном интернете Но попробовала себе И вот действительно работает Когда у собаки случился вдруг такой резко приступ Она не может дышать, задыхается Нужно прикрыть вот так вот рукой именно носик И дождаться момента, когда она вдохнет ртом Выглядит это немножко, конечно, странно Но это помогает собаке сделать вот этот вот вдох И приступ начинает уменьшаться, сходить на нет К сожалению, вот у Софи часто случаются подобные приступы Особенно после того случая И еще один грустный факт, связанный с ее здоровьем Это то, что Софи глохнет И я снимала об этом отдельное видео Также в других каких-то роликах объясняла, как это происходит Это не так, что она раз и оглохла Я думаю, что у людей примерно так же это То есть это постепенно у нее ухудшается слух Или же это происходит иногда очень странно В какую-то секунду она меня слышит В какую-то вообще не слышит Ты прям рядом сидишь, зовешь ее, и она не реагирует И нам пришлось поменять какие-то моменты в жизни Например, больше мне общаться с ней приходится действиями, жестами, а не словами Или голосом Но не будем о грустном, да, в такой праздничный день Софишка очень любопытная собака Ей всегда все нужно знать Если ты перекладываешь вещь на новое место Ей нужно проверить, что это за вещь, что это за место Практически все, что она видит, привлекает ее внимание То есть вот у нее это есть в характере Она очень харизматичная собака Очень любопытная и при этом, тоже факт, не пугливая Она реально, ну вот, практически ничего не боится Какой-то грохот, шум, она скорее интересуется О, что это такое? Интересно Что там упало? Что происходит? Тоже факт о ней Это из-за того, что она такая активная и суетливая Этот процесс приходится контролировать Может настолько перевозбудиться Настолько быть эмоциональной Что, о, наконец-то сейчас мы будем что-то делать Что у нее вот этот приступ начнется И она начнет задыхаться и чихать Она очень-очень сильно эмоциональная И Софи хитрая собака, да? Она хитрюга еще та Если она что-то задумала Она обязательно придумает способ Как это воплотить в жизнь При том, что большую часть Каких-то неполезных вещей Я стараюсь пресекать Вот она начинает червячиться Погладь, погладь голову Давай, поглажу голову Начнет что-нибудь другое подставлять Хитрюга, которая, например, если узнала, что на столе есть что-то вкусненькое Может позволить себе, если есть такая возможность Залезть на стул, а со стула залезть на стол И это своровать Если будет за стата За своим беспределом То быстренько спрыгнет Спрячься куда-нибудь Типа Ой, я ничего не делала Я такая хорошая собачка Она реально хитрая Жопик Но, опять же, еще один факт А Софи сразу в эту же баночку с беспределом Она раньше никогда так не делала То есть она стала помешанной Реально помешанной на еде после стерилизации Всю свою хитрость она отправила на то, что можно съесть Например, мусорный пакет Ты его собираешь, завязываешь, выносишь на улицу Мы же живем все-таки в частном доме И Софи, когда идет на прогулку Обязательно пойдет к этому мусорному пакетику И захочет в нем поковыряться И если не сказать ей Эй, я все вижу Они на пару с Мишей могут реально начать в нем рыться Так как Миша взрослый к нам попал Я не знаю, какие у нее были привычки до Но у Софи такого никогда не было И это случилось после того, как ее стерилизовали То есть вот в голове что-то перемкнуло И она стала постоянно думать о том, чтобы сожрать Факт, связанный со стерилизацией Это то, что Софи реально поправилась очень сильно И даже несмотря ни на какие диеты и физические нагрузки Она все равно пухляш Мы стерилизовали Софи еще когда жили в Таиланде У нее начались проблемы со здоровьем Была угроза того, что у нее случится пиометра И поэтому мы срочно ее стерилизовали И, кстати, еще один факт, который я только что изобрела Но он интересный Потому что Софи, получается, единственная моя собака Которая находилась в ветклинике в другой стране И вообще, в принципе, какое-то время была в ветклинике Потому что ни Эйвен, ни Юми, ни Миша Никогда не лечились именно в ветеринарной клинике Софиша один раз проколола себе глаз Из-за того, что они маленького роста Мы ходили гулять И, видимо, Софишка быстро куда-то бежала В общем, наткнулась на твердую какую-то травинку И прямо в глаз И потом ходила вот с таким опухшим глазом Это мы все лечили Тоже дома есть такой ролик Но, как сейчас выясняется, у Софишки вечно что-то происходит Еще один факт Софи очень упорная собака Подождите, стоп Упертая Это тоже очень круто описывает именно ее характер Если она увидела, что игрушка или мячик Загнали его под диван Она просто будет ходить вокруг этого дивана И пытаться этот мячик оттуда достать И так со многими вещами То есть она уперта И пока она не сделает то, что она задумала Она успокоиться не может Софишка любит спать именно в ногах Да? Вот, например, Эйван Он очень любит спать под мышкой Мишка тоже Юми любит спать где-то у меня вот на животе Где-то вот тут вот А Софи, как бы ты ее ни брал Как бы ты ее ни обнимал В конце концов все равно уйдет спать в ноги В детстве Софи была безумно смешная Так как канала еще не было Я не особо много снимала, конечно же Ее маленькой Но зато фотографировала И можно заметить Тот, кто знает эту породу И видит, какая Софиша сейчас Что Софи В подростковом особенно возрасте Была прям Ну можно сказать страшненькая Такая длинная Какая-то несуразная Шерсти не было Вот это вот все у нее наросло После двух лет Она стала прям такая Статная Красивая Далеко не все собаки Любят рыбу Но Софи Просто обожает рыбу Если ты приносишь рыбу Она чувствует этот запах Если ты собираешься готовить То она просто вот Вьется вокруг тебя Дайте ей рыбки Ну по крайней мере Я не замечала такого Ни у одной из моих собак Софи Недоверчива К чужим людям Эйван Он очень дружелюбный парень И он такой Типа Ой Я хочу с тобой общаться И если Сначала он Так Относительно То в конце концов Он может стать Твоим самым лучшим другом Умолять Взять его на ручки Попрошайничать Проситься Чтобы его гладили И вот пофиг Что мама тут рядом Мишанька Она в принципе У нее вот это вот Проблемы психологические Поэтому она Со всеми ведет себя Абсолютно одинаково А вот Юми В этом плане С Софи похожей Я не знаю Что нужно сделать Чтобы Софи Полюбила Какого-то Чужого человека Это преданность Безумная Хозяину Она очень Меня любит И поэтому Она постоянно переживает Если меня рядом нет Вот например В какой-то момент Мы уезжали Оставили ее у близких И она Сбежала То есть Они пошли гулять И она просто Побежала Куда-то непонятно Убежала в деревню И видимо Отправилась реально На поиски меня Или хотела Добежать До дома То есть Даже самые близкие И то у нее К ним есть недоверие Что уж говорить О совсем чужих людях И это даже Можно сказать Одна из проблем Это проблематично Потому что Ее сложно Где-либо Вообще Оставить Даже В компании Всех своих Остальных друзей Посмотрите на Эйвона Как он спит Кстати К теме красоты И подросткового возраста Как я сказала Она в детстве Была такая Типа какая-то Вся странная Неуклюжая У нее из-за этого Было прозвище Селедка Кроме червяк Потому что Ну вот Она была Какая-то Как селедка Длинная Какая-то Скользкая Рыбина Вот селедкой И все И до сих пор Это прозвище С ней осталось И иногда В семье Ее называют Селедкой А еще Я часто Зову ее Не только Софи Но и Софиша И крайне Крайне Редко Ну вообще Практически Никогда Я не называю Ее София Как называют Многие из подписчиков Например В комментариях София Очень часто Ее имя путают И говорят Софи А не Софи А я еще Иногда ее называю По приколу Софитель Я не знаю Почему Софитель Я поняла Что иногда Возможно Может так показаться Что я идеализирую Своих собак Или вообще В принципе Нашу жизнь И говорю Что вот нет У нас проблем Типа Все такие умные Молодцы Но нет Например Я сейчас вам расскажу То что я никогда Не говорила О поведении Ужасном Софи В детстве Она была Просто кошмарным Ребенком Вредным Настолько Она писала В кровать Она воровала Вещи Воровала Носки Трусы Даже воровала Если ты в ванне Их оставишь Она грызла Все подряд Провода Кровать свою У нас была такая Деревянная кроватка Она ее сгрызла Доходило до того Что я мазала ее Перцем чили Эту кровать С жидкостью Такой острой Чтобы она Лизнув Поняла Что это Невкусно Такое Отрицательное Подкрепление Перестала ее Грызть Она грызла Плинтуса Она реально Беспредельничала Когда была Мелкая Может быть Из-за этого Я занялась Воспитанием Дрессировкой Поняла Что с собакой Нужно заниматься Хотя у меня Уже был Эйвен Который Не беспредельничал Настолько Насколько Делала Это она Я ее Очень Люблю И Реально В 50 Даже В 50 Фактах Не опишешь Насколько Она Интересная Характерная Вот такая Своеобразная Собака Поздравляю Тебя С твоим Восьмилетием И желаю Тебе Только Здоровья Потому что Самое главное Это то Сколько Времени С нами Могут Провести Наши Любимые Питомцы Благодарю Благодарю Продолжение следует...